Всем тихой ночи. Скандалы, интриги, расследования. В последнее время людей все больше волнует вопрос, почему доктора Брайта больше нет в SCP? Чего его вообще взялись отменять? Сообщение с этим вопросом, наверное, самое частое, что я читаю в последнее время по поводу мира фонда. Так что, видимо, пора об этом поговорить. Да, история несколько грязная и далеко не детская, так что я предупредил. Как, наверное, знают все зрители этого канала, на сайте SCP распространена такая вещь, что авторы текстов по фонду нередко добавляют персонажей, которые как бы представляют их самих в мире SCP. Например, доктор Клев как реальный человек вполне существует, доктор Гирс тоже есть как реальная персона, от рака вот недавно лечился, и доктор Брайт не исключение, он тоже существует воплоти. И большую часть времени с этим не было каких-то проблем, потому что в целом люди в сообществе SCP нормальные, вменяемые, адекватные. Но вот Брайт немного не вписывается в общую картину. Для начала он всегда творил странные вещи. Собственно, шуточная статья, что нельзя делать доктору Брайту, как раз это обыгрывает. Там есть, например, пункт, что доктору Брайту нельзя посещать фанатские сходки, и он там не просто так. Каких-то деталей того, что он там такого делал, я не нашел, потому что из-за популярности самой статьи найти кроме нее что-то сложно. Ну вот, например, доктор Цимерин в своем видео говорит, что видел фотографии с фанатских событий, где поведение Брайта сложно называть нормальным. Что он там конкретно такого увидел, правда, Цимерин не уточнял. За Брайтом было замечено несколько странных шуточек. Например, на странице, приглашающей присоединиться к сайту, какое-то время была приписка, что если прислать голые фотки, процесс может пойти быстрее. И коллектив сайта это заметил только когда несколько человек действительно прислали такие фото. Конечно же, там было написано, что это такая шутка. Но вот только эту шутку Брайт прокручивал в разном виде довольно часто. Да и само по себе предложение обменяться голыми селфами – это какая-то странная шутка. Также во многих статьях его авторства наблюдается какой-то нездоровый интерес к детям. Особенно народ напрягся, когда в 15-м году вышел ныне удаленный рассказ «Доктор, доктор, доктор», по сюжету которого Брайт переселился в тело 13-летней девочки. И это переселение было описано очень детально и физиологично. Большого скандала тогда не вышло. Статью с сайта потерли, а сам Брайт на какое-то время успокоился. И вроде бы ничего такого больше не вытворял. До поры до времени. Хотя вне сайта SCP Брайт, как оказывается, занимался довольно активной деятельностью. У него есть объемный блок на Тамблере, где он прямо-таки видный политик. Брайт критикует капитализм и западный мир. Поддерживает БЛМ. Много рассуждает о правах ЛГБТ. Топит за ковидные ограничения и интерсекциональный феминизм. В общем, полный набор, так сказать. Такой стандартный представитель определенного политического движения. Как мне показалось, местами даже довольно карикатурный. Так он горячо все это поддерживает. Среди такого политического активизма иногда можно заметить откровенно странные материалы. Например, вот тут репост о том, что обществу нужно переосмыслить понятие педофилии. И у него подобного хватает. Да, кто-то может сказать, что это все репосты. И какое у самого Брайта отношение к этому вопросу не ясно. Может он на каком-то слое метаиронии осуждает то, что репостит. Но вот что он пишет от себя, так это то. А ну да, снова просит своих читателей присылать ему голые фотки. В 17-м году Брайта даже просили убрать недетские темы и картинки из своих блогов. Или хотя бы отмечать их как таковые. Ведь его блоги нередко читают из интереса к сайту SCP, а не к его личности как таковой. Но он сделать это принципиально отказывался. Сказав, что это его личное дело. Что постить у себя в блогах. Хотя на сегодня он прекратил введение своих страниц. Ну и какого-то графического 18 плюс контента я у него тоже не нашел. Так что, наверное, что-то он все-таки убрал. Кроме того, пишут про какую-то странную историю о том, что он постил фото своего обнаженного тела. Но деталей я так и не встретил. Наверное, потому что мне не очень интересно искать эти фото. Вообще забавно, что все это вытворял один из самых взрослых участников SCP-сообщества. Ему, блин, на 5 лет больше, чем мне. Буду думать об этом, когда в следующий раз начну ощущать себя старым. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Старым извращенцем. Так или иначе, к 2020-му клубок странных историй вокруг Брайта набрался уж очень большой. И он объявил о своем уходе с сайта. Поползли слухи о том, что он не сам принял такое решение. Его попросили уйти из сообщества. Выходки его всех достали. И вроде бы чаша терпения заполнила то, что он постоянно писал непристойные вещи пользователям. А ведь даже не всем из них исполнилось 18 лет на тот момент. Кстати, именно тогда перестали регистрировать тех, кому нет 18 в качестве участников. Но это дела прошлого. А почему же Брайта отменяют сейчас? В реальном SCP, который сайт и сообщество писателей, есть такая штука, как команда по борьбе с домогательствами, которую возглавляет доктор Манн. По большей части они занимаются тем, что решают конфликты участников. Ну и пинают тех, кто плохо себя ведет, в том числе и вне сайта. Под их санкции в разное время попадали, наверное, почти все заметные участники. Так что на сообщении от 2022 года от них о том, что они решили забанить Брайта, можно было бы даже и не обратить внимание. Но если вчитаться в него, становится понятно, что тут не просто кто-то себя где-то некрасиво повел. Банн выдан навсегда. Причем причина это рассылка откровенных изображений и не подавающее общение на интимные темы на сайте. Короче говоря, теперь мы точно знаем, что тогда произошло. Брайт перепутал SCP с сайтом 18 плюс знакомств. А кроме того, как оказалось, путал сайты знакомств. 18 плюс с сайтом SCP. Во всяком случае, он любил хвастаться тем, что знакомится на таких сайтах, не выходя из образа своего персонажа. В принципе, можно было догадаться по ранним новостям, что именно это и произошло. Но теперь, когда все вроде бы доподлинно известно, появился такой вопрос, что дальше делать. Самого Брайта на сайте, конечно же, нет, но все еще существует персонаж, отсылающий к нему, и множество рассказов и статей, связанных с ним. Конечно, всегда есть самое простое решение – полная отмена. То есть, просто удалить все статьи, написанные этим автором, и переписать все тексты, где он упоминается. Но тут проблема в том, что их просто очень много. Кроме того, много и всякого стороннего контента с ним. Арт и анимации, даже для косплея часто выбирают именно образ Брайта. И вот с этим делать, что вообще непонятно. Пока что происходит то, что коллектив авторов сайта устраивает голосование по разным важным для сюжета SCP статьям в отдельности. В ближайшие несколько дней будет решаться вопрос того, что делать с той самой статьей о том, что нельзя Брайту делать в SCP. Может, ее удалят, а может, как-то перепишут. С одной стороны, почти все согласны, что нельзя оставлять контент, который как-либо способствует популярности Брайта, как автора. Им может вызвать неприятные ассоциации тех, кто мог от Брайта пострадать, предполагая, что они перенесли какую-то эмоциональную травму. Но с другой стороны, если такие статьи просто удалить, обычные читатели, которым неинтересны все эти разборки, лишатся массы интересных текстов. А сам по себе сюжет SCP приобретет кучу дыр. Сейчас довольно популярна идея о том, что сайту нужен новый персонаж, который, с одной стороны, функционально заменит Брайта во всех историях, а с другой будет совершенно другим. На момент выхода этого видео голосования и обсуждения вопроса еще не закончилось, но некоторые авторы сайта уже начали заменять Брайта. Например, Диджей Кактус в своих рассказах теперь использует доктора Элиаса Нешау, который также связан с SCP-963 и обладает теми же аномальными свойствами. Да и вообще является, по сути, тем же персонажем, но с другим именем. Точно так же поступило еще несколько авторов, тот же доктор Цимериан. Но это, конечно, капля в море. Упоминаний Брайта на сайте SCP все еще многие сотни, если не тысячи. А ведь есть и куча других связанных с ним персонажей. Например, семья Брайта. Замена всех упоминаний этого персонажа, как минимум, займет немало времени. И во время этого переходного периода на сайте будет постоянная путаница между Брайтом и Элиасом Шау. А уж сколько они будут переписывать статьи, написанные самим Брайтом? И напоследок, конечно же, мое мнение по этой ситуации, о котором у меня несколько раз уже спрашивали. Как по мне, происходящее, ну, довольно странно, что ли. С одной стороны, конечно, хорошо, что у сообщества есть какие-то стандарты. И те, кто им не соответствует, из него изгоняются. Люди должны отвечать за свои поступки. Мне даже удивительно осознавать, что выходки Брайта терпели так долго, списывая на то, что он неудачно пошутил. Но тут, конечно, дело скорее в аморфности SCP как сообщества. Пока не начался этот трэш с домогательствами, за которыми, к слову, приставлен следить конкретный человек, доктор Манн. Никто не реагировал. С другой стороны, вся эта попытка сделать вид, что никакого Брайта никогда не было, просто стереть его из истории SCP. Это даже как-то жалко. Это похоже на то, как маленькие дети закрывают глаза, когда им страшно. Чтобы страшное пропало. Автор произведения может оказаться неприятным и даже плохим человеком. Давайте все вместе закроем глаза ладошкой, может бабайка пропадет. Но реальный мир так не работает. Но это, конечно, только мое мнение. Давайте, что ли, обсудим происходящее в комментариях или в Дискорде, которые я уже создал. Что надо делать с рассказами самого Брайта? А что делать с их упоминаниями и упоминаниями его персонажа? И надо ли вообще что-то делать? А видео кончилось. Всем пока!